Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Начать хочу с цитаты, с цитаты нашего великого историка Сергея Соловьева. «То была обширная девственная страна», — говорит он России. Страна, ожидавшая население, ожидавшая истории. Отсюда, древняя русская история, есть история страны, которая колонизируется. Эту мысль продолжил другой наш великий историк Ключевский. «То падая, то поднимаясь», — говорит он о колонизации, — «это движение продолжается до наших дней». И вот, собственно, тема, к которой давно мы подступались в нашей программе, в разговорах с разными гостями. Тема колонизации, внутренней колонизации России. Была недавно издана книга Александра Эткинда под названием «Внутренняя колонизация». Это перевод книги, которая вышла в 2011 году на английском языке, и вот сейчас она вышла на русском. В издательстве «Новое литературное обозрение». И Александр, профессор Кембриджского университета, сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что пригласили меня. Скажите, вот само название с самого начала, оно меня, когда я первый раз услышал, заинтриговало. Это вообще не оксюморон, внутренняя колонизация? Колонизация же это внешне, да? Это британцы в Индии. Ну вот кажется, что так, но на самом деле в самом понятии колонизации, вот в самом этом условии нет ничего такого, чтобы, ну, не позволяло бы его применять внутри. И я вот так и говорю, в общем-то, все очень просто. Колонизация может быть идти вовне национальной территории, а может идти внутри ее. Дальше возникает вопрос, а что такое национальная территория, правда? И что же это в российском, в российском случае, что было национальной территорией? Мы говорили в русском, знаете, все началось с Руси, и эта территория, которая управляла и которой владела русское, потом российское государство, непрерывно расширялась. И часто государство увидело смысл своего существования в расширении этой территории. Поэтому остановиться и сказать вот это внутреннее, это внешнее, как правило, очень трудно. Причем я, знаете, вспоминаю сейчас цитату Молотова из поздних бесед с Феликсом Чуевым, и он, по-моему, так говорил, что свою главную миссию на посту министра иностранных дел на протяжении всех этих десятилетий я видел в одном, внеуклонном расширении границ нашей Великой Родины. Очень интересно. Ну, думаю, что и Иван Третья с этим бы согласился, и Петр Первый тоже. Но сейчас это расширение остановилось? Если вы читаете газеты, то ответ, как всегда, очень трудный. И да, и нет. И в этом проблема. Вот внутреннее, внешнее расширение, осужение, стабилизация или наоборот. Вот. И есть в этом смысле какой-то параллелизм между Америкой и Россией? Ведь очень часто в истории, да, это как бы два таких выплеска европейской цивилизации, которые расширялись налево и направо от Европы, да, на восток и на запад. И вот такой вот движущийся фронтир. Ведь, смотрите, примерно в одно время это расширение началось, в одно время это использовался рабский труд для производства колониальных товаров, примерно в одно время отказались от рабства, да, 65-й год в Америке, 1761-й год в России. Вот. Так что Россия в этом отношении, это тоже своего рода фронтир американский? Все правильно. И, ну, конечно, Россия ни в каком смысле не является американским фронтиром. Я, ну, в свое время придумал такую метафору, которая мне до сих пор кажется красивой, что Россия и Америка это крылья Европы. Вот здесь такое тело, не такое уж и большое, в сравнении с крыльями какого-нибудь орла. Вот. И, да, крылья Европы, которые, ну, в интересной такой степени симметричны между собой. Эта симметрия касается, ну, многих разных вещей, но вот особенности процессов расширения, перемещения культурных центров, колонизации, внешний, внутренний. И в обоих случаях этот процесс шел очень быстро. И процесс колонизации, процесс расширения подконтрольной территории. И в обоих случаях внутри этой территории оказывались огромные белые пятна, которые подлежали новой колонизации, уже, ну, несомненно, внутренней. В Америке это было очень понятно. Точно так же понятно и в России. Ну, да, в России действительно как бы шел вот этот вот, да, движущийся фронтир. Наверное, практически, как я понимаю, шел он за песцом, да, за мехом. Как истребляли, шли дальше на восток, да? Ну, вот в России он шел на восток, в Америке на запад. Да, совершенно верно. В России он шел, ну, за мехом, ну, не за песцом. Ну, да, за всяким. Бебел, белка, да. Белка. В моей книге большая глава такая, может быть, центральная даже, про, значит, меха и ресурсную зависимость средневековой русской экономики, которая, ну, предвещала нынешнюю ресурсную зависимость. Да, и все началось с серой белки, на которую мы сегодня не посмотрим, но тогда, там, в 14 веке, например, она представляла из себя бесценный товар, легкий мех, из которого легко можно было сшить всякие, там, шапки, концевики, много всего, там, сапожки. И он в огромных товарных количествах экспортировался в Европу, миллионами шкурок, миллионами. Ну, вот, потом, последовательная была такая, очень коротко, белка, соболь, ну, а потом уже в новейшие времена морской боберка, лан, когда Россия клонизовала Аляску, и была создана североамериканская, была создана российско-американская компания. И что, экономическая роль вот этого ресурса, она сопоставима была с нынешней нефтью? Да, читайте мою книгу, она действительно была сопоставима, экономическая, ну, я бы сказал, ну, политэкономическая и социокультурная. Тогда это было, конечно, и так же, и иначе. Сходство было в том, что государственные структуры полностью питались этим экспортом. Различие было в том, что народ жил натуральным хозяйством, чего народ, так сказать, мало кто может себе позволить сегодня. Никто во времена Великого Новгорода или Московской Руси, государство не кормило народ со своего государственного дохода. Вот это как, вот этот момент, кормление народа с государственного экспорта, это новинка последних времен. Уже такая постсоветская, советская, вернее, 20-20 век. Совершенно верно. 20-й век. Но, смотрите, продолжая сравнение с Америкой, в Америке все-таки результат... В Америке, значит, тоже была внутренняя колонизация, можно сказать. Ну, конечно, в Америке, да, в некоторых периодах и тоже в некоторых теориях и историях она даже более очевидна, чем это происходило в России. Потому что Америка очень быстро прошла вот гигантские территории Среднего Запада и появились центры цивилизации на обоих берегах. А в чем вообще тогда суть колонизации? Вот как вы понимаете колонизацию? Любое, как бы, создание государства, расширение государства, получается, своего рода внутренняя колонизация? Ну, смотрите, по-русски колонизация, конечно, хорошее слово. Это, так сказать, очень политически насыщенное. И поэтому оно мне нравится. Но по-русски есть слова не хуже. Есть слово освоение. Вот колонизация. Освоение. Сделать чужое своим. Есть слово присвоение. Которое, значит, в общем, то же самое. Сделать чужое своим. Вот это разница между присвоением и освоением. Это разница между внешней колонизацией и внутренней. У нас вообще было прирастание, да, Россия будет прирастать Сибирью. Конечно, и приросла, и еще как, но вот уже она приросла в свое время Средней Азией, и Кавказом, и Польшей, как вы знаете, Финляндии, и Аляской. Но Россия в целом все-таки осваивала скорее, чем присваивала земли, да, потому что у нас был вот этот вот необжитой угол Евразии, где не было каких-то четко обозначенных территориальных прав на землю, кроме каких-то, да, местных малых народов. Ну, говоря так, вы очень, очень сильно обижаете эти местные малые народы, о которых действительно мы часто не знаем даже их названия, ну, или иногда знаем названия из археологических источников. Но Чукчи-то дали бой. Чукчи-то дали бой, а, допустим, якуты охотно участвовали в этой меховой торговле, как поставщики, как охотники или трапперы, поставщики меха. И также развивалась Канада, которая еще более интересная аналогия в отношении поршной торговли. Но Россия постоянно присваивала территории, потому что, ну, земля не бывает пустой, она всегда кем-то населена. Россия смогла освоить? Вот у меня такое ощущение, что российская колонизация, она повторяется, самовоспроизводится, но она какая-то бесконечная. Потому что Россия, по сути, своя пустая страна с пустой серединкой. Вот географ Владимир Каганский, да, об этом очень много пишет, что Россия — это как раковина. У нас как бы по краям, ну, там тяжелая у нас европейская часть, да, дальше вокруг Транссиба и Дальневосточные побережья, а серединка пустая. То есть в этом смысле Россия справилась с вызовом пространства? Ну, это хорошая аналогия, которая, вот эта идея пустой середины, сравнительно, конечно, пустая, больше относится, на самом деле, к Америке, Северной Америке, чем к России. Потому что в России все равно центр тяжести остался в европейской части, а Дальний Восток, ну, в середине 19 века было много разговоров о том, что, типа, Владивосток станет нашим Сан-Франциско. Но, в общем-то, этого пока не произошло. Дай бог, что это произойдет года через три. Но мы можем только на это надеяться. Так что, если Америка дистанция состоит из двух густо-заселенных и высоко значимых полос вдоль двух океанских берегов, то в России все равно осталась европейская часть и гигантская, но несказанной величины, недонаселенная, недосвойная, что гораздо важнее, периферия на Восток. Мне кажется, даже европейская часть очень сильно в результате пространства, оно одолевает все попытки власти. Вот я постоянно вспоминаю, возвращаюсь к своим поездкам, скажем, по дороге М-9, Москва-Рига. И вот проезжая Тверскую и Псковскую область, ты понимаешь, что никакой бы колонизации как бы и не было еще. Я, кстати, сегодня ехал в Москве, стоял в пробке, стоит машина там с номерами, забыл, какая Тверская область, 67-й, что ли, или 69-й. Вот, и там написано, не сзади было, здесь кончаются дороги, начинается Тверская область. Вот, и вот в этом смысле отсутствие дорог, даже больших, крупных федеральных дорог, вот мне говорит о том, что пространство российское, оно, в общем-то, так и осталось, непокоренным, в отличие, может быть, от американского. Где все-таки инфраструктура, государство и цивилизация гораздо сильнее. Ну, это, конечно, так, но вы точно повторяете аргументы Радищева, которые я тут высказывал, знаете, 200 с лишним лет назад. Вот, путешествие из Петербурга в Москву, значит, вот два центра, где, значит, два центра цивилизации, а между ними пустота. Да, но, с другой стороны, то есть власть не справилась с задачей освоения территории. С другой стороны, власть постоянно оправдывала свое существование в России, огромностью этой территории. Необходимость централизации, начиная с времен Екатерины Второй буквально, или Радищева тоже. Необходимость монархической власти, централизации, единого управления из центра объяснялась именно огромностью территории. Ну, это, своего рода, риторическая фигура, огромность территории, да, как у нас одна шестая часть суши, так и в России, да, то есть, в чисто, в таком, в реальном смысле, да, эта территория была огромная, но не освоенная. Территорическая фигура, и сразу возникает, ну, дальнейший вопрос, а как это так получилось, что это огромная территория, зачем она, собственно, была присвоена? Да. И здесь мы возвращаемся к меховой торговле, значит, действительно погоня за, там, Соболем, вот эти огромные пространства от Новгорода до Охотского моря. Ну, вот, и, а другой, это, как бы, вопрос экономический, а зачем, вот, ну, понятно, что погоня за прибыль, в чем заставила эта прибыль, не так уж понятно, в чем была прибыль Сибири. А в чем? Ну, вот, это был мех, потом стала нефть, между мехом и нефтью был огромный период времени, когда Сибирь вообще ничего не производила, не создавала, но использовалась как место ссылки. И, конечно, сибирская ссылка, это тоже был механизм внутренней колонизации, именно внутренней, потому что это была уже, бесспорно, российская территория. Ну, а следующий вопрос, такой политический или, ну, как бы сказать, вопрос политической теории, значит, действительно ли оправдывает, ну, вот, есть территория Х, на которой существует государство Игрек. Территория это очень большая, государство это, ну, постоянно борется, постоянно сражается с этой проблемой. Значит, действительно ли оправдано существование государства территорией? Потому что территорию ведь можно управлять, ну, разными способами. Как-то, как-то территорию нужно управлять, власть или власти нужны, но достаточно ли этот аргумент для оправдания централизации? Самая огромность территории. Российской власти, да. То есть здесь получается своего рода такое самооправдание, то есть мы применяем авторитарное правительство ради того, чтобы поддерживать огромность территории, и, так сказать, огромность территории это способ, так сказать, получать некие новые территории, и отсюда оправдание авторитарности. При этом еще расширяем территорию, конечно. Ну да, своего рода. Ну, вы знаете, мы здесь выходим, мне кажется, вот на такое, как я, читая вашу книгу, понимая внутреннюю колонизацию, это колонизация страны государством. Вот вы согласитесь с таким определением? Ну, я знаю, что такое государство, и вы знаете, не хуже меня, но что такое страна, это как бы не очень понятно. Хорошо, территории. Территории, земли. Земли, да. Но земли и народа, земли и населения, потому что земля никогда не бывает пустой. И в этом основное отличие, так скажем, российской внутренней колонизации от западных колонизаций, в том, что колонизируемое также было собственное население. Вы посмотрите, американский фронтир, он двигался, он создавал свободных людей, и на земле оставались свободные люди. Ну, вернемся к тому, с чего вы начали, что обычно процессы колонизации действительно шли за морями. Вот есть Англия, и далеко-далеко за тремя океанами есть Индия. И процессы колонизации предполагали, значит, огромное географическое расстояние, ну, что не так уж, что в России мы имеем, кстати, в тех же пределах. Океан, значит, гигантское пространство голубой воды, которое лежит между метрополией и колонией, и не менее огромную культурную, лингвистическую, этническую, расовую дистанцию. Вот расовая дистанция оказывалась всегда ключевой для проблем колонизации. Вот в колониях живут принципиально другие люди. Они, допустим, черные, они, допустим, красного цвета, они говорят на другом языке. Именно поэтому они подлежат совсем другим методам управления, чем люди в метрополии. А у нас... А вот этим методам управления совсем другим подлежали люди, ну, прямо, вот, так сказать, выехал за пределы Петербурга, за городную прогулку, как говорили некоторые русские писатели. То есть, скажем, городская черта столицы, да, где были сосредоточены основные функции, она вот являлась чертой, границей между метрополией и колонией. То есть, фактически, страна, да, ну, хорошо, не страна, а территория, да, являлась колонией. А вот основные функции государства, сосредоточенные сначала в Петербурге, затем в Москве, они являлись метрополией. Ну, при этом столице, когда, например, Петр силой заставил дворянство, служило дворянство переезжать в новую столицу, в Петербург, это дворянство обнаружило, что их жизненный уровень резко упало, когда они приехали в столицу. А ведь там же, да, вот как Петербуржец, скажите, ведь там же действительно силой заставляли, фактически выходил-выходил указ царский собрать датчады, домочадцев, иконы, домашние, и все, и все подводные. Конечно, это было первое насильственное сопротивление высших классов, первое, извините, первое насильственное переселение высших классов, которые сопротивлялись этого процесса. То есть насильственное сопротивление крестьян практиковались, ну, во все годы там. Да. И столетия. А это было, да, действительно, их заставляли это делать. Потому что они теряли очень много. Они привыкли кормиться со своих поместьй, где они жили, так сказать, и связывали с этим все удовольствия жизни. Теперь они вынуждены были жить, ну, едва ли не в коммунальных квартирах. Ну, да. В новых петербургских дворцах, которые строились очень долго на непригодной для этого земле. Но кормиться продолжали со своих поместьй, плюс государственные службы, которые, опять же, становятся обязательны и в эпоху Петра. Представьте себе транспортные расходы по бездорожью. Ну, в общем, да, здесь очень интересно. И получается, что колонизируемо было не только, так скажем, податное население, да, но и с высшие классы, которые фактически являлись объектом колонизации, объектом вот такого вот колониального управления со стороны государства. Ну, в какой-то степени, в какие-то периоды. Ну, конечно, высшие классы, то есть в имперский период это было дворянство. Да. Ну, дальше можно проводить разные аналогии с советским периодом и с постсоветским периодом. Действительно, высшие классы становились колониальными администраторами, которые действительно отрица империи, производили менеджмент, эксплуатацию. Но тоже и, значит, повышение культурного уровня местного населения. Ну, вот это как раз, да, ваша замечательная глава под названием «Бремя бритого человека», а не «Белого человека». Поговорим об этом после перерыва. Напомню, что у нас в гостях профессор Кембриджского университета Александр Эткин, да мы обсуждаем его книгу «Внутренняя колонизация». И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Обсуждаем сегодня «Внутреннюю колонизацию» с Александром Эткиндом, книга которого «Внутренняя колонизация» вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Александр, профессор Кембриджского университета, представляет сегодня вот этот вот аргумент. Действительно, не совсем привычная точка зрения, потому что под колониями мы привыкли видеть что-то заморское, да, лавка колониальных товаров, некий ориентализм, если взять термин Эдуарда Саида. А у нас получается, что колония была внутри самой страны, да, государство колонизировало собственную территорию и собственный народ. И вот я об этом бы хотел поговорить. Колонизация собственного народа. Ведь в каком-то смысле даже и высшие сословия были, да, тоже, вот мы начали об этом говорить, о переселении людей в Петербург, тоже были своего рода объектами колонизации. То есть не было такой абсолютной, как бы, свободы. Вот кто здесь господин вот в этой колонизации во всей? Ну, господин, кстати, здесь красивое слово «суверен», которым, так сказать, некоторые считают, что все ему объясняется. Ну, такая ситуация, когда колониальных администраторов, ну, либо посылают в заморские страны с тем, чтобы они там осуществляли управление, эксплуатацию и так дальше, торговлю, выгодную метрополию. Либо, значит, они сами нанимаются, потому что это выгодно, либо происходит, ну, всегда происходит какая-то комбинация, значит, принуждения и, значит, коммерческая мотивация. Ну, также британские там дворяне отправлялись администрировать Индию. То есть я здесь не вижу, ну, особой специфики. Конечно, в России часто это было очень насильственно и не очень-то выгодно даже для и служилых классов, условно говоря, имперских менеджеров. И получается, что фактически вот эти вот имперские менеджеры, они были колонизаторы по отношению к русскому народу. Да, конечно, они были колонизаторы по отношению к русскому народу, скажем, крепостным крестьянам, которым они сами владели как личные дворяне, либо они были менеджерами государственных имуществ, где на государственной земле работали государственные крепостные. Ну вот, они были, да, имперскими менеджерами по отношению к русскому народу, так же, как и многим другим народам империи. Значит, от поляков до венков. — Ну да, в этом мой аргумент. И, в общем-то, само понятие «титульный народ» или «титульная нация» — это советское понятие. Я не думаю, что оно фигурировало в XIX веке в дискуссиях имперских менеджеров. Ну и в каком смысле по отношению к крепостному крестьянину можно прибедить вот это понятие, что это значит «титульная нация»? — Ну да, что они, так сказать, и нации-то в тот момент еще не являлись. Они были просто крестьяне. — Ну да, и само это тонкое различие между русским народом и Российской империей, различие, которое придумали некоторые мыслители вокруг Петра I, подсказали ему такое решение сложной риторической проблемы. — Ну оно правильно, оно, так сказать, показывает, что даже вот на этом риторическом уровне «титульной нации» русский народ, в общем-то, не бывало. — Российское колонизирует русское. — Да, вот это, с такой формулировкой я соглашусь. Но тоже были такие периоды в истории Российской империи, когда дворян не русского происхождения было статистически больше, чем дворян русского происхождения. Российская империя это понимала как проблему и пыталась, так сказать, регулировать, ну, разными бюрократическими способами. — Аздейские немцы, татарщики, шляхтищики? — Ну, после присоединения Польши шляхтищей было очень много, и все они оказались автоматически российскими дворянами. Потом, так сказать, многие их категории как бы выключили из списков и таким образом нормализовали ситуацию. Но все равно мы знаем, как много балтийских немцев было действительно в управлении. Или вот в одной из главы моей книги, в которой я рассказываю о Российском министерстве внутренних дел в годы предшествовавшей Крымской войне, 1840-1850-е, управлял министерством украинский или малороссийский дворянин Лев Перовский. — И никого это в те годы, ну, как бы не удивляло, не смущало, был ли он украинцем, поляком, немцем или русским? — Конечно, имперская администрация, но если от времен Петра вспомнить, кто создавал русский флот, кто создавал вообще всю имперскую бюрократию, администрацию, роль Брюса, роль Лефорта и так далее. — Но как-то все времена они тоже умели бы находить, отлично умели находить общий язык с российскими дворянами. — Но при этом они оставались чужими в своей стране. По-моему, это вас нашел, кажется, из Ключевского, да, что Петр был гостем у себя дома. Вот это ощущение Петра как гостя по отношению к русскому. — Ключевский, лесной великий русский историк, постоянно повторяет эту фигуру речи о чужой в своей стране. Например, Петр был таким человеком, или Онегин, но тоже этнически русский, нет сомнений, он был чужой в своем поместье. Ну и так дальше, вот читая Вольтера, там в своем поместье на французском языке. Эти люди были чужими у себя дома. — Это же вспоминает Татьяна русская душою, сама не зная почему. Она не знает, почему она вдруг русская. — Ну и отсюда идет, что у элиты была своего рода цивилизаторская миссия. Вот возвращаясь к этой киплинговской метафоре, бремя бритого человека со времен Петра. То есть то, что Пушкинское же опять государство как единственный европеец. — Ну примерно так. Я рассказываю в своей книге довольно подробно известную всем историю про то, как Петр брил русских дворян, насильственных, как всегда, но потом вводил штрафы за то, что люди не брились и так дальше. — Но это была довольно тонкая и серьезно задуманная операция, потому что он брел именно дворян. Другие сословия оставались небритыми, священники, как мы знаем, насилие города. — Крестьяне насилие города. Значит, это была такая процедура по разделению сословия, фактически по созданию сословий, потому что сословий как таковых до Петра в России не было. Были, конечно, люди богатые, бедные, аристократы, нет, и чернь. Но сословия появились как институты или группы населения, записанные в законе. — Да. — Они были установлены Петром примерно в годы создания самой империи. И, как я говорил уже, и, в общем-то, оно общеизвестно, что империи всегда, империи и колонии всегда были основаны на расы. Как бы люди разного цвета, люди глубоко разной природы жили в метрополии и в колонии, а в России все, или почти все были белыми. Но вот эта операция обритья бороды создавала эти видимые различия между людьми, которые работали как раса, функциональный аналог расы. — Да, как бы они все равно, да, чернь, да, черные, немытые. — Немытые, бородатые. — Да, бородатые. Здесь вот это вот, как бы, да, французские философы, там, Бруно Латуре, там, и Фуко заметили бы, как роль гигиены, да, гигиенический дискурс появляется. Есть человек бритый, человек мытый, человек чистый против человека. Как же там, я сейчас вспоминаю, помните, у Михалкова «Неоконченные песни» механического пианино, типа, я говорю, что как бы, там, так сказать, не может на пианино он играть. Как-то он мужика называет вот этого. Не может грязно и на пианино играть. — Интересно. — Когда там вот это играет механическое пианино, оказывается, что он отходит, этот мужик, и гости видят, что, так сказать, играет-то механическое пианино. Вот, вот этот вот дискурс расовой чистоты, он в России тоже фактически проявлялся. Да, и, ну, с другой стороны, ведь это же, по-моему, создает огромные совершенно сложности в дальнейшем государстве и в нашем нынешнем государстве. Вот эта вот культурная пропасть между, она так и не закрылась. — Конечно, и на это этот, так называемый, грязный народ ответил собственными идеологиями или мифологиями. Старообрядцы считали великим грехом. Брить бороду. В дистыновых рассуждениях это точный эквивалент кастрации, брить бороду. Значит, человек, мужчина становится женщиной, у него становится женское лицо, он теряет свою мужскую сущность, когда бреет бороду. — А вообще, вот, скажем, стратегии сопротивления вот этой вот колонизации, вот, скажем, сибирская, вот, вы исследуете тоже феномен Сибири, в какой степени это осознается как колонизация? Вот, скажем, в Сибири это четко было, осозналось, да? Вот это сибирское местничество конца 19 века, когда они там были, сосланы, вот все эти студенты несчастные. Это осознается в России? — Вот я рассказываю, поскольку мы говорим о 19 веке, об истории этого дела, то я рассказываю, действительно, о большой интересной традиции русских историков, которые начинаются... Ну, Сергея Соловьева, которого здесь тусировали, и мой любимый историк Афанасий Щапов, который был сибиряком, и наполовину русским, наполовину бурятом. И, ну, он работал в Петербурге, значит, он работал в Казани, а потом его, за разные, значит, его политические выступления сослали обратно в Сибирь, где... Ну, он положил начало вот сибирскому местничеству, некоторые даже говорят о сепаратизме, и, внимательно читая его сочинения, там видно, что он действительно, ну, он очевидно понимал историю Сибири как историю российской колонии. Ну, а потом появился еще другой ссыльный, такой Николай Ядринцев, который написал знаменитую в свое время книгу «Сибирь как колония», где все это было сказано, это уже ближе к концу 19 века, просто все было сказано открытым текстом. Ну, это, наверное, практически единственный пример такой внутрироссийской территории, которая осознает себя в качестве колонии. Я не говорю здесь о поляках, о финнах, о таких позже присвоенных и этнически маркированных территориях, а именно о русскоязычных территориях, которые осознают себя колониями. Вы знаете, на Украине эти дебаты шли и продолжают идти между историками, философами, политиками, это большая интересная проблема. И Майданом в наши дни. А сегодня, да, и тем самым народам, которые там сейчас находятся. И все эти дебаты, как бы употребление разных слов в разных ситуациях всегда имеет политические смыслы. Из этого следуют определенные выводы, определенные руководства к действиям. Ну да, логика, потому что я думаю, конечно, логика колонизации и логика порабощения, она действительно уникальна для России, когда государство, ну да, собственные города, да, собственную региональную идентичность уничтожает, да, как Иван Грозный. Что он делает с Рязанью, что он делает с Новгородом, с Псковым, с Коломной. Вот эти вот страшные кровавые экспедиции карательные его. Это действительно иначе как колонизаторской логикой не объяснишь. Да, но всегда возникает тот же самый вопрос, как бы он проклятый вопрос российской истории, и я, как бы, стараюсь его не обходить, а наоборот, все время, как бы, на него нажимаю. А что такое внутреннее, что такое внешнее? Вот когда, например, когда московицкие, значит, войска брали Новгород, значит, было ли это внутренней или внешней колонизацией? Новгород был отчасти зависим, отчасти независим. Понимаете, когда выходцы из Новгорода основывали московские соседи и княжества, для них это была, несомненно, чужая земля. Когда шел обратный процесс, ну вот здесь возникает такая очень грязная мешанина между внутренними и внешними, которая составляет, как бы, центр этой проблемы. Ну, чисто внешняя колонизация, по-моему, осуществлялась гораздо более, хотя нет, поляк, я думаю, вот это подавление польских восстаний, да, и 30-е, 31-е, и 60-е годы, они были более жесткие. Ну, скажем, Финляндию гораздо более осторожно колонизировали, в общем-то, по-моему, и не колонизировали особо Финляндию. Ну, Финляндия устанавливали русские порядки, вместе с тем, сохраняя и валюты, и даже одно время армию. Но, тем не менее, знаю, если вы помните, финского, российского губернатора Финляндии зарезали, значит, в его кабинете после того, как он попытался русифицировать судебные дела и вообще всякие чиновничные управления в Финляндии. То есть происходили разные процессы, на которые, ну, люди реагировали по-разному, значит, в каких-то случаях оказывалось, что легче отказаться от своей армии, чем от своего языка. Ну, с другой стороны, я думаю, что русская колонизация или российская колонизация, она в то же время и создавала Россию, да, ведь никогда ведь тот вопрос, который вы начали, а где Россия, да, нету той изначальной какой-то силы, да, вот того ядра. А вот с Британией было понятно, вот она, так сказать, Англия, и вот они колонии заморские, вот Франция, вот заморские колонии. А у нас непонятно, где Россия. Россия как бы вообще создается в процессе колонизации, да? Сам нацбилдинг идет как колонизация. Ну, смотрите, Рюрик основал Новгород, да, значит, для Рюрика, для этих сказочных фейкингов, которые кто-то верит, кто-то не, значит, это была заморская колония, которую они, конечно, использовали, ну, как источник обогащения. И единственное, что там было интересного, это были меха. Ну, вот, потом новгородцы основали Москву. В тот момент для новгородцев, если считать их русскими, эти московские земли, где мы сейчас сидим, это была, ну, за границей, это была чужая земля. Потом московиты основали на, победив, значит, войны, войне и, значит, выгнав врага с его территории, основали на этой, только что оккупированной территории, новую российскую столицу. Это была чужая земля, но она стала местом положения российской столицы. Действительно, это все, это особый процесс, если говорить об уникальности российской истории, то она именно в этом. И в этом, конечно, ее отличие, да, в том числе и российской империи. Я тоже вспоминаю здесь замечательную цитату британского историка Джеффри Хоскинга. «Britain had an empire, but Russia was an empire, and perhaps still is». У Британии была империя, а Россия была империей ей, по-моему, до сих пор ей является. Россия была империей, да, и Хоскинг идет на как бы другую такую теоретическую или такую языковую конструкцию, что в России трудно отделить империю и колонию, потому что если Россия была империей, не имела колонии, была империя, значит, мне кажется, что здесь возникает такая интересная путаница, которая вот идея внутренней колонизации разъясняет, продолжает ту же линию, но разъясняет. Мы продолжим наш разговор о внутренней колонизации России с профессором Кембриджа Александром Эткиндом через короткий перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о внутренней колонизации. Таково название книги Александра Эткинда, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». И сегодня Александр у нас в гостях. И говорим мы о том, продолжается ли вот эта вот внутренняя колонизация, или наша нынешняя политика, она, может быть, является каким-то обратным процессом. Вы знаете, вот я что хочу спросить, а нет ли сейчас какого-то обратного процесса, который происходит сегодня в России? Те народы, которые жили на окраинах империи, подобно варварам в конце Римской империи, захватывавшим Рим, они, да, через Лимис, они проникали, они становились, так сказать, командирами военных подразделений, сначала пограничных, а потом и всю Римскую армию. Вот не происходит ли то же самое, такая деколонизация и обратная колонизация России внешними народами? Конечно, происходит. В общем-то, это происходило и в XIX веке, и не только в России, но и в Британской империи, например. Хана Арент вела интересное понятие «колониальный бумеранг». Когда, значит, ну кидаешь бумеранг, вот империя кидает бумеранг, а потом он возвращается. Как по своим собственным законам, как делают только бумеранги. Вот так же делает и империя. И практики управления, которые отрабатываются, ну особо насильственные, тоже, значит, часто жестокие, которые отрабатываются в колониях, после этого возвращаются, Арон говорил, возвращаются, например, на Британские острова. Или потом другие историки сделали следующий шаг, говоря, например, о том, что те практики террора, которыми нацисты наводили порядок и на оккупированных землях, и на, собственно, Германии, тоже работали вот по этому механизму. Возвращались домой. Возвращались домой. А на самом деле они впервые были отработаны Германской империей в ее африканских колониях. А вот я вспоминаю господа ташкентцы Салтыкова-Щедрина. То же самое, да? Замечательная аналогия. Вот, дорогие слушатели, я всем рекомендую найти, это легко найти даже в интернете. Или в своих книжках, там из Дедовской библиотеки Салтыкова-Щедрина, господа ташкентцы. Там, в общем-то, много описано то, что вы видите каждый день в Москве. То есть, ну да, грубо говоря, те вот правоприменительные практики, которые применялись при канализации, колонизация, да, Фрейд там все куда-то выныривает, я его обратно затыкаю. Вот, которые при колонизации Средней Азии, вот эти вот солдафоны, они вернулись и свои порядки насадили уже во внутренних областях империи. Да, причем, господа ташкентцы, Салтыков-Щедрин имел в виду этнически русских офицеров, которые возвращались, значит, из Средней Азии, или, может быть, из Кавказа, или после подавления польского восстания, он об этом подробно говорит, обратно в Питер или в Москву и становились там вице-губернаторами и так дальше. И применялись... Вот у нас это было, помимо Щедрина, это вполне реально ее написывает? У нас это было, и сейчас, я думаю, в Москве вы видите довольно часто, как происходят вот такого рода процессы, но тоже как люди, которые вышли из этнически других окраинных земель, Российской Федерации, подавливают в свои привычные порядки на Российской земле. Вот я сейчас думаю о последствиях, о том, как сегодня нынешняя Российская Федерация себя ощущает наследником вот этой вот огромной колонизации. Ведь фактически то, что вы описываете, не дало состояться, и по-прежнему не дает состояться русской нации. Наверное. Поскольку она сама была, она не была, да, доминирующая, извините, природу, да, на своей мысли закончу, она не была вот этой вот нацией-метрополией, да, она сама была колонизируемой нацией. И на ней лежало это бремя, значит, ну, назовем ее бремя, значит, бритого человека или, так сказать, имперское бремя, которое, ну, действительно обходилось очень дорого во всех смыслах, экономическом, демографическом. Вот. И это происходило действительно в течение всего имперского периода, я уверен, то же самое происходило и в течение всего советского периода, даже еще большее количество. Ведь очень часто сейчас говорят, и, в общем-то, не беспочвенно русские националисты, что, смотрите, Россию высасывали окраинные нации, мы жертвовали, мы были главным нацией-донором, посмотрите, сколько получил там Азербайджан, посмотрите, сколько получили республики Средней Азии, мы там строили школы, создавали. То есть типичное вот это вот колонизаторское, то, что Британия в Радже создавала в Британской империи, строили железные дороги, мы им создали языки, мы им создали национальную литературу, традиции. То есть вот это как-то даже не вписывается в логику традиционной империи и колонии. Потому что в Англии Англия богатела со своей колонизацией, а Россия-то государство богатело, народ херел. Вот именно, замечательная фраза Ключевского. И так, в общем-то, и происходило. И когда западные империи обнаруживали, это непременно происходило, что на самом деле колонии себя не оправдывают, не окупают. Вот если подсчитать, значит, доходы и убытки, то там приходится и армию держать, и дороги прокладывать, и парламент, и так дальше. И в какой-то момент, значит, сначала, конечно, Англия несказанно богатела, именно Англия несказанно богатела благодаря Индии. Ну вот, а потом, когда Индия начинала обходиться слишком дорого, то, так сказать, порыпались, порыпались, это заняло много времени и сил, и крови. Ну, они ушли. А Россия, в общем-то, очень редко уходила из подвластных ей территорий. Вот, как бы, аналог того, как британцы ушли из Индии, это то, как Россия ушла из Аляски без крови. Ну, в общем, так происходило очень редко, до 91-го года. Ну да, в остальном, потому что очень сильно было стратегическое соображение, наверное, потому что Россия рассматривала свою стратегическую глубину как главный ресурс и потеря территории. То есть, мне кажется, в нашем случае, вот я сейчас пытаюсь сравнить имперское мышление, у нас произошло какое-то совершенно фантастическое сакрализация территории. То есть, не пяди своей земли. И там, где в 20-м веке все империи и метрополии, в общем-то, отказывались от территории России, этот процесс не прошла и воспринимает очень болезненно. Знаете, стратегическая глубина, тоже относительное понятие. В России все равно остается, даже в европейской территории России, остается там много стратегической глубины. Ну, или, знаете, когда там была присоединена Грузия, то оказалось уже, значит, просто необходимым по стратегическим соображениям начинать Кавказскую войну и, так сказать, класть там тысячи именно русских людей. Так что рациональные соображения здесь всегда-всегда высказываются, но всегда относительно вот того слова, которое вы сказали, у прибыли сакрализация, мне кажется, ближе к телу. Ну да, вот сейчас те законы, которые будут приниматься относительно как раз вот это впрямую к теме нашей передачи, пропаганде сепаратизма, о том, что любые заявления, которые могут нарушать, которые покушаются на российский суверенитет, являются уголовным преступлением, они идут, по-моему, вот от этого, от того, что ощущение священности территории. Ну, когда правящая партия называется «Единая Россия», то есть, как бы никакой другой ценности выше нету, чем единство этой территории. Из этого следуют многие другие интересные выводы. И фактически мы возвращаемся к этому аргументу Екатерины Второй, что величина территории является главным или единственным оправданием центральной российской власти. Хотя, конечно же, этой большой территорией можно управлять как-то иначе. Например, децентрализовав управление, создаст там многие разные государства. Может быть, дела пошли бы лучше. Но так никогда не бывало на этой земле. Ну да, пока еще мы можем об этом говорить, пока эти законы не приняты. Можем читать книгу Сорокина, Телурия, где-то уже создается, так сказать, Забайкальская республика, Иркутская республика. Ну, мы с вами ученые люди. Я надеюсь, что в таких, значит, ну или писатели тоже, или, значит, философы, социологи, историки смогут обсуждать, всегда смогут обсуждать на российской земле в свободной форме свои абстрактные построения. Но в каком-то смысле деколонизация России... Смотрите, произошла же фактически деколонизация всех крупнейших империй. Вот, кроме российской. Ну, я исключаю здесь распад СССР, но поскольку Россия была внутри себя колонизирована, говоря, скажем, о Сибири, говоря о Кавказе. То есть, какая-то форма деколонизации, наверное, неизбежна? Я очень серьезно отношусь к тому, что в политической науке называется ресурсным проклятием. И вот, зависимостью определенных теорий и практик государственного управления в России от моноресурса, от нефти, газа. И когда... Для того, чтобы государство сохраняло свой такой монопольный контроль над этой огромной территорией, вот, у государства должен быть свой особенный источник дохода, независимая от труда населения. Потому что, если источник государственного дохода создается творческим трудом населения, то потом эти люди говорят, вот, где наше представительство? Значит, если нет репрезентации, мы не будем платить налоги, правда? И это происходило везде. Этого не произошло пока что в Российской Федерации. Я думаю, что в конечном итоге главным объяснением является ресурсная зависимость. Государство. При которой люди становятся, в общем-то, лишними, по большому счету. Это транзакционная издержка. Люди становятся лишними. Ну, я говорю, да, это издержка, это из источника дохода государства. Люди становятся объектами его филантропии. Государство содержит людей. Ну, и здесь мы переходим так, вот эта идея ресурсного государства Симона Кордонского и, собственно, сословной организации нашего государства, да, сословия как механизмы, путем которых государство перераспределяет вот этот вот моноресурс. Вот у Симона Кордонского, которого я всегда читаю с интересом, но ресурс понимается в более такой, ну, нейтральной или абстрактной форме, то есть там есть разные ресурсы. Ресурс безопасности, А когда я говорю о ресурсе, то я говорю очень конкретно. У вас это нефтяной доход? Это нефть, или, например, меха, или это могло быть зерно. Ну, это природный ресурс, который добывается всегда с затратой определенного труда, но у разных ресурсов есть разные свойства. Например, политические свойства угля другие, чем политические свойства нефти. На эту тему здесь замечательная книжка Тимоти Митчелла, если вы ее знаете. А в чем здесь, поясните, в чем политика угля и политика нефти различаются? Ну, потому что уголь залегает почти что повсюду и требует большого труда. И труда очень особенного. Люди спускаются в шахтах, люди формируют свою солидарность, и люди формируют замечательную практику, которая здесь изменила очень многое на земном шаре. Это забастовка, вплоть до национальной забастовки. И когда шахтеры и связанные с ними шелезнодорожники, которые перевозили уголь и так дальше, металлурги, которые его использовали, когда они все начинали бастовать, все менялось. Так же происходило и в России в 1901 году. И во многих других странах. И поэтому многие правительства так не любили шахтеров. И не только в России, но и в Англии, как мы знаем, и в других местах. Шахтеры это была мощная сила. Ну, а в 1991 году у нас, как вспомните, они на горбатом мосту касками стучали. Так же было и здесь, и на Украине было так же. Ну, вот о нефтянике это совсем другое дело. Их гораздо меньше. По официальным данным, 2% российского населения участвует в добыче и переработке нефтя. На этом все мы можем еще много говорить. Но нефтяник, нефть залегает точками в очень удаленных местах. Так сложилось. Это, наверное, есть историческое объяснение. Ну, вот. Если там случится забастовка на скважине, этого просто никто не заметит. То есть, ну да, и нефть более концентрирована, и более, ну, если позволю так будет выряжаться, не в обиду нефтяникам, будет сказано халявный ресурс, чем уголь. Или там меньше, я думаю, можно посчитать, в общем-то, меньше, наверное, трудозатраты на добычу, транспортировку и так далее, после того, как построена инфраструктура. Об этом лучше думать в таких терминах. Вот если происходит забастовка на шахте, можно ли заменить вот этих шахтеров на Кузбассе? Как заменить шахтеров в Кузбассе? Невозможная вещь. Как заменить нефтяников там на Самотлоре? Легко. Привозишь других на вертолете, все сменами, да, вахтами. Вахтами, а в других местах вообще-то иностранцы, которые работают даже посредине моря. Их вообще, так сказать, их как бы и нет. Они политически незаметны. Да, нефть гораздо более внешний ресурс, так скажем, не привязанный к земле и к населению. Так что разные ресурсы имеют разные политические свойства, которые облигаются и географией, физикой, химией, ну, какими-то интересными, природными. В общем, это моя новая тема. Да, и в данном смысле, здесь, мне кажется, она очень сильно вот здесь для меня объясняет вашу теорию внутренней колонизации, потому что в итоге-то, я думаю, главное содержание внутренней колонизации в том, что государство контролирует вот этот вот ресурс. Тогда-то пушнину, а сейчас нефть. Да, и значит, государство имеет, ну, энергию, деньги, власть, кровь для того, чтобы субсидировать население, значит, усилять свои, там, политики, переселение, там, значит, цивилизация, просвещение, контроль, вооружение. И в этом, да, еще, понимаете, суть ресурса, когда ресурсом является не труд, когда, да, люди могут, или какие-то более мелкие распределенные ресурсы, а ресурсом является, здесь же, это очень интересно, может встать вопрос, почему государство обладает этим ресурсом, скажем, а не территория, да, в случае возможного сепаратизма могут сказать нефтяные провинции, позвольте, а почему должны центральные власти принадлежать этой нефти, почему мы не получаем ренту с нефти, и тут-то как раз начаться совсем другая игра деколонизации. Ну, в общем-то, это уже происходило, даже на наших с вами глазах, это происходило в Чечне, и, возможно, произойдет где-то еще. Ну, да, это произошло в Казахстане, это произошло в Азербайджане в большой степени, их суверенитет основан сейчас на нефтяной ренте. Ну, да, и в этом отношении, конечно, я думаю, деколонизация российского пространства так или иначе неизбежна в 21 веке. Ну, здесь, знаете, тоже, как показывает история пушной торговли, здесь возможны два процесса. Это может кончиться двумя способами. Либо истощением ресурса, то есть, когда, например, вся эта белка была выбита, либо потерей спроса на эту белку в других местах в Англии. В какой-то момент, и... А почему, собственно, упал спрос? Потому что появились новые технологии, в данном случае шерсть, которая сделала эти величие шкурки просто ненужными. Так что белку, конечно, никто никогда не выбил. Спрос на нее упал. Сила появления новых технологий. И я думаю, это... Вот это и есть будущий механизм, тот механизм, о котором мы можем только гадать, российской деколонизации. Ну, если так брать длинный период, скажем, срок на следующие полстолетия, все-таки в длинной исторической перспективе, особенно учитывая, что Россия, как правило, повторяет исторические траектории крупных западных стран. Не всегда. Но все-таки неизбежна она, как вы считаете, деколонизация? Самоопределение территории, появление, скажем, я не знаю, там, рязанской идентичности, которой там не было последние 600 лет. Такие вещи, конечно, они уже происходят, они будут происходить и усиливаться. Но мы не знаем будущего. Мы можем судить о будущем только, значит, только по аналогии с прошлым. А эти аналогии всегда неполные. И действительно российская история своеобразная. И далеко не все. Иногда повторяет судьбу других империй. Иногда не повторяет. И мы, в общем-то, не знаем, когда происходит что. Ну, по крайней мере, мы можем знать прошлое. Мы считаем, что мы можем знать прошлое. Мы можем интерпретировать прошлое. И очень интересной интерпретацией является вот эта теория внутренней колонизации. Автор книги был у нас в гостях. Это Александр Эткин, профессор Кембриджского университета. Книгу я вам всем настоятельно рекомендую приобрести и прочитать. Издательство «Новое литературное обозрение». А вас, Александр, остается поблагодарить за участие в нашей беседе. Спасибо за замечательные вопросы. Спасибо. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи.